Апрельская подборка по понятным причинам отличается от привычного формата. Кинотеатры по всей стране закрыты как минимум до конца месяца, а все важные премьеры перенесены. Поэтому мы сделали ставку на свежие фильмы, которые можно посмотреть дома. Половина из них — это недавние кинотеатральные премьеры, которые вышли онлайн значительно раньше срока, а еще пять — это новые проекты от стриминговых сервисов и западных кабельных телеканалов. Но волноваться не стоит. По качеству «Апрельская десятка» ничуть не уступает подборкам прошлых месяцев. Тем более теперь для просмотра вам даже не нужно выходить из дома. Тайная жизнь Последний фильм, который киноманам удалось глянуть перед массовым закрытием кинотеатров. И это, пожалуй, было лучшее впечатление перед карантином. Новый фильм живого классика Терренса Малека — визуальный шедевр, который нужно смотреть на большом экране. Но в текущих обстоятельствах придется ограничиться большим домашним телевизором и релизом хорошего качества. В этот раз режиссер взялся за сложную и конкретную тему — историю жизни австрийского солдата, который отказался вступать в немецкую армию во время Второй мировой. Фильм основан на реальных событиях и довольно точно воспроизводит детали биографии Франца Егерштеттера — самого известного военного отказника и главного символа австрийского сопротивления. В ответ на принципиальный поступок Франца немецкое командование обвиняет его в измене, заточает в тюрьме и грозит смертной казнью. Герой жертвует счастьем своей жены и дочерей, но стоит на своем до последнего, даже осознавая, что в живых ему точно не остаться. Рассказывая эту частную историю, Малек как никогда монументален, ведь в образе страдающего во имя свободы австрийца легко угадывается мощнейший христианский символизм. Тема глобальности волевого поступка каждого отдельного человека особенно ярко подчеркивается за счет живописных австрийских пейзажей. Малек традиционно много любуется красотой природы и будто бы показывает, что этим вечным лугам, заснеженным горам и резвящимся животным будто бы все равно на происходящее вокруг, один диктатор сменяет другого, но в природе все идет своим чередом. «Тайная жизнь» — это точно самый красивый из свежих фильмов, которые вы сможете увидеть в самоизоляции. Малоизвестный оператор Йорк Видмер превзошел постоянного соратника Малека, гениального Эммануэля Любецки. Камера здесь заставляет душу замирать от красот австрийской природы и роскоши церквей, а особенно драматичные моменты показаны субъективным ракурсом — от лица избиваемого надзирателями героя или вообще из-под колес поезда. Теренс Малек наконец-то снял сюжетный фильм, но ничуть не растерял свой импрессионистский стиль и мощнейший духовный символизм. Человек-невидимка Коронавирусный кризис привел к революции в дистрибуции кино. Фильмы, которым не повезло выйти аккурат перед началом пандемии, теперь появляются на цифровых носителях и в онлайн-формате значительно раньше запланированного срока. Например, между премьерой Человека-невидимки в кинотеатрах и его онлайн-релизом прошло всего три недели. Если вы вдруг пропустили последний крепкий блокбастер этого года, то самое время наверстать упущенное. Новое воплощение Человека-невидимки значительно отличается от предыдущих и не очень вписывается в многострадальную вселенную монстров Universal. Причины на то две. Во-первых, компания работала над проектом совместно со студией Блумхаус, ответственной за минималистичные и суперуспешные хорроры «Паранормальное явление» и «Астрал». Отсюда в фильме появилась эстетика малобюджетного, но яркого фильма ужасов. Второй момент — это стиль режиссера Ли Уоннелла, который сделал полностью авторский проект в оболочке студийного. Если вам ни о чем не говорит его имя, то напомним, что именно Уоннелл снял «Апгрейд» — самый изобретательный малобюджетный блокбастер последних лет. Не сказать, что Человек-невидимка получился столь же ярким и богатым на выдумку. Но многие находки прошлого проекта режиссер сохранил и улучшил. Например, сложную съемку с применением специальной технологии, которая заставляет камеру полностью повторять движения актеров. Здесь таких экшн-сцен значительно меньше, чем в апгрейде, но выглядят они даже более сложными. Добавьте к этому традиционные для темы визуальные решения невидимости. Здесь главного злодея заменяла то камера, то человек в хромакей костюме, то ловкий каскадер. История тоже значительно отличается от предыдущих экранизаций. Акцент сделан не на заглавном герое, а на его спутнице и по совместительству жертве, роль которой исполнила Элизабет Мосс. Девушка по имени Сесилия устала от постоянного газлайтинга и абьюзивных отношений, поэтому сбегает от своего успешного и богатого, но безумного любовника. Вскоре приходит известие о его смерти, но на этом преследование не заканчивается. Ученый-миллионер будто бы стал невидимым, чтобы и дальше следить за возлюбленной и всячески портить ей жизнь. Простая метафора, которая очень точно попадает в нерв времени и отлично работает на повествовании. А оно, поверьте, преподносит все больше сюрпризов с каждым актом. Охота Молодая компания общается в групповом чате и шутит о том, как весело было бы поохотиться на других людей. Проходит всего несколько минут, и мы видим, как герои просыпаются посреди поля, не понимая, как они тут оказались. Рядом стоит ящик, наполненный оружием, а друзей одного за другим убивают незнакомцы. Шутка стала реальностью, а сами весельчаки превратились в живые мишени посреди настоящей охоты на людей. Кровавый аттракцион кажется бесконечным, а погибнуть может любой персонаж, поэтому определить главного героя здесь не так уж и просто. Охота прошла в прокате незаметно, зато изрядно пошумела в США еще до премьеры. Фильм, который подавался как непритязательный и веселый трэш-боевик, западные СМИ зачем-то превратили в скандальную историю о войне левых и правых. Ну, социальная сатира о том, как современные либералы страдают от глуповатых деревенских консерваторов тут, конечно, присутствует, но не настолько, чтобы обвинять его во всех смертных грехах, как это сделал лично Дональд Трамп в своем твиттере. Дело в том, что американская премьера охоты выпала аккуратно период после стрельбы националиста в одном из супермаркетов. После бешенства президента и консервативных медиа премьеру пришлось перенести и организовать выпуск одновременно и в театрах и онлайн. Но теперь ясно, что шумиха того не стоила. Что, впрочем, не делает фильм менее веселым, смелым и актуальным. Платформа Новый фильм Netflix, который мгновенно стал обсуждаемым хитом во многом благодаря удаче. История о последствиях изоляции и всеобщем помешательстве вышла как никогда вовремя и лишь лучше раскрыла самые обсуждаемые во время пандемии темы. Прямо сейчас безумные жертвы карантина массово скупают товары первой необходимости будто бы на год вперед и совсем не думают о своих соседях, которым гречка с туалетной бумагой может быть нужнее. Концепция этого испанского хоррора предельно проста. Главный герой просыпается в необычной тюремной камере в высотном здании с сотнями этажей, где через центр каждой комнаты проходит большой квадратный колодец. По нему раз в сутки спускается платформа с едой. Верхним этажам доступен огромный и богатый деликатесами стол, а для заключенных из нижних этажей не остается вообще ничего, кроме разбитой посуды, плевков, дерьма, грязи и человеческих трупов. Делиться едой никто не собирается, пользуясь привилегиями жизни наверху. А оставлять блюда про запас тоже нельзя, в таком случае температура в камере либо резко повышается, либо экстремально понижается. Среди соседей сплошь отъявленные психи и убийцы, которые сидят в этой тюрьме уже давно, а ежемесячные переселения с этажа на этаж сведут с ума любого человека, ведь на нижних ярусах процветают насилие и каннибализм. Идеи платформы прямолинейные и понятные. Тюрьма, которой ее жители прозвали «Дырой», — ничто иное, как иллюстрация человеческого общества, где золотой миллиард шикует в изобилии, а большинство населения планеты в то же время умирает от голода. Социально-политические модели со всеми их недостатками здесь представлены во всех красках, а повествование пестрит классическими тропами антиутопий — от мудрого старика до смертельно опасной попытки сопротивления. Платформа — это некая смесь фильмов «Высотка», «Куб» и «Сквозь снег», приправленная экстремальным стилем испанских хорроров. Кофе и Карим 11-летний, косящий под гангстера, неповоротливый чернокожий подросток Карим все время попадает в неприятности. Однажды он случайно становится свидетелем преступления, после чего гангстеры из Детройта начинают на него охоту. Помочь парню может только оказавшийся рядом полицейский. Беда в том, что этот самый полицейский — новый ухажер его мамы, которого Карим ненавидит. Но теперь неуклюжему глупому копу и подростку-матершиннику придется стать напарниками, чтобы выпутаться из сложного дела. «Кофе и Карим» — это легкая комедия от режиссера Майкла Дауса, снявшего годы назад столь же незатейливый фарс Али Рули, а также эпизоды сериалов «Мужчина ищет женщину» и «Проповедник». По стилю этот фильм очень похож на его предыдущий. Здесь в центре внимания снова непохожие друг на друга люди, которые вынуждены работать вместе и противостоять криминальному миру. Преимущество «Кофе и Карим» над Али Рули прежде всего в том, что фильм выходит на Нетфликс, а значит возрастной рейтинг и градус абсурда точно будут выше. Бодрая и слегка сумасшедшая комедия — вполне неплохой способ поднять настроение во время самоизоляции. Вперёд Новая сказка от студии Pixar тоже выходит онлайн сразу же после завершения кинотеатрального проката. У Pixar снова получилось сделать уютное и трогательное кино для всей семьи, где вечные темы грамотно переплетаются с актуальными. Например, в мультфильме «Вперёд» впервые в истории студии появился ЛГБТ-персонаж, но вы даже вряд ли обратите на это внимание, ведь её сюжетная арка никак не акцентируется. Впрочем, это явно не главный повод для просмотра. «Вперёд» интригует душесчипательные истории, которые выжмут слёзы даже из брутальных взрослых мужчин, потому что с проблемой преемственности поколений, о которой рассказывает красочный мультфильм, каждый знаком не понаслышке. Сюжет рассказывает о братьях-эльфах Иене и Барли. Они живут в мире, который очень похож на наш, с одним лишь принципиальным отличием. Эта вариация Земли населена волшебными существами, которые давно перестали верить в магию. Поэтому, как и в нашей реальности, тут есть небоскрёбы, самолёты и автомобили. Но всё может измениться, благодаря посланию, которое оставил братьям их погибший отец. Возможно, именно оно сможет вернуть им и всем окружающим веру в чудо. Подлинная история банды Келли Фильм, который не вместился в нашу февральскую подборку, снова актуален в этом месяце. 24 апреля состоится цифровой релиз стильной криминальной драмы Джастиана Курзеля, талантливого визионера и режиссёра кровавого эпика Макбет. В его новой работе живописных раскидистых пейзажей и откровенного ультронасилия ничуть не меньше. Что неудивительно, ведь речь идёт о биографии Неда Келли, самого известного преступника в истории Австралии. Режиссёр попытался максимально точно показать жизнь героя его же глазами. Трудность в том, что вся семейка Келли отличалась буйным нравом, бедной жизнью и враждой с законом, поэтому детство у Неда было нелёгкое. Взросление среди воров, шлюх и убийц привело к тому, что в юности парень успел отсидеть в тюрьме, участвовать в подпольных боях, а позже организовал банду, которая держала в страхе всю Австралию. Вместе со своими братьями и друзьями Нед наряжался в женские платья и совершал набеги на полицейских и местных жителей. Его имя давно стало легендой — среди преступников и некоторых обывателей он культовая фигура и едва ли не Робин Гуд, а среди пострадавших и служителей закона он считается полным безумцем и настоящим воплощением дьявола. Курзель показывает путь Неда Келли без прекрас, смешивая красоты австралийских пейзажей и аристократических домов с чрезвычайно откровенными и жуткими эпизодами. Но оторваться от лихой криминальной истории непросто — ведь, помимо визуала, зрительское внимание удерживают отличные актерские работы Рассела Кроу, Николаса Холта и Чарли Ханнема. А звезда 1917 Джордж МакКей раскрылся с новой стороны и выдал ярчайший перформанс в своей карьере. История Beastie Boys Культовый клипмейкер и талантливейший режиссер Спайк Джонс снял документалку про легендарную группу. Никто не смог бы сделать это лучше него, хотя бы потому, что Джонс снимал для Beastie Boys несколько клипов и разбирается в музыкальной индустрии едва ли не лучше всех голливудских коллег. Ознакомиться с фильмом стоит, даже если вы не слышали ни одной песни культовой хип-хоп-группы. Ведь новый проект от режиссера «Быть Джоном Малковичем, она и Чудаков» — это всегда большое событие. Позитивная, светлая и яркая история о растянувшейся уже на 40 лет дружбе Майка Даймонда и Адама Хорвитца — хороший способ отвлечься от грустной статистики по коронавирусу. Фильм Джонса для Apple TV Plus станет продолжением мемуаров друзей, которые были опубликованы пару лет назад. Помимо прочего, таким образом, Beastie Boys хотят почтить память третьего участника — Адама Яуха, скончавшегося от рака в 2012 году. Из огня Один из режиссеров «Мстителей», Джо Руссо, написал историю, главную роль в которой исполнил Тор Крис Хемсворт. Звучит как главный домашний блокбастер «Апреле» и компенсация за перенос «Чёрной вдовы» для всех фанатов Marvel. На «Безрыбье» подобные премьеры обязательны к просмотру, ведь новые большие блокбастеры мы теперь увидим нескоро. Но сильно обольщаться не стоит — из огня это типичный нетфликсовский боевик, не претендующий ни на что великое. Сюжет разворачивается вокруг наёмника, который должен освободить сына известного преступника, ставшего жертвой в войне наркобаронов. Помимо марвеловских звёзд, этот проект от череды однотипных криминальных боевиков отличает сеттинг — ленту сняли в столице Бангладеша — Дакке. Поэтому красоту расхаживающего по бедным и многолюдным улицам Хемсворта, фанаткам придётся разглядывать за слоями грязи, крови и пыли. Безупречный Ещё один проект для малых экранов с большой звездой кинокомиксов. В новом фильме от HBO главную роль исполнил Хью Джекман. Причём эту работу западные критики называют лучшей в карьере актёра. Джекман играет директора образцовой школы, расположенной в пригороде Нью-Йорка. Её выпускники стабильно поступают в лучшие университеты страны, вырастают в больших звёзд, спортсменов и политиков. Но репутация улыбчивого и любимого всеми родителями директора не столь безупречна, как кажется. За фасадом успешной и современной школы скрываются коррупционные схемы и бесконечная жажда наживы. Особенно интригующий эту чёрную комедию делает тот факт, что история основана на реальных событиях. Поэтому вполне стоит ждать что-то вроде «Волкос Уолстрит» в сеттинге американской школы, замешанного с едкой околодокументалистикой в духе Адама Маккея. Скоро на канале. Десятка картин, по которым можно учиться, как справиться с изоляцией. А на этом пока всё. Смотрите хорошие фильмы и до новых встреч на GSTV. Субтитры создавал DimaTorzok